покажу вам как я маску накладываю на лицо вы знаете маску накладываю для того чтобы очистить кожу в основном для это а почему сейчас вам расскажу у меня вообще-то посмотрите какая прическа я вам специально делаю это завтра я иду стричься и прическа у меня будет другая пока смотрите какие у меня для очистки лица есть специальные штуки это на основе зеленого чая по моему а это вообще очень популярная фирма очищает глубокие поры но тут даже на основе чего я не знаю она темная я ее только на т-зону использую а вот это кстати очень сильно рекламируется много это вот такой вот карандашик очищающий маска очищающая тоже наносите несколько держите несколько минут и потом смываете очень хорошо открывает очищает поры этот и другой состав но вы знаете кто-то может быть мне скажет что зачем же вам очищать что вот уже в нашем возрасте никто не очищает кожу но у меня своя методика и свой взгляд на эти вещи я уверена что самая лучшая смазка это естественный кожный жир поэтому для того чтобы она работала лучше нужно очищать все поры вот я например замечаю что когда я очищаю вот этой маской и вот этой поры свои то у меня сразу получается намного мягче кожа но и не только поры очищается очищается же весь верхний слой который ненужный огрубевший уже он снимается и поэтому кожа становится более нежной и лучше выглядит а еще у меня есть вот такой шикарный парик друзья я его иногда ношу когда знаете прохладно и особенно когда дождик вот я носила потому что у меня сразу все мои кудри развиваются раскручиваются на дождик я да и потом когда холодно я надевала вот этот парик как шапочку и в нем себя чувствовала великолепно вообще парик мне этот нравится он выглядит стильно до согласитесь но вы знаете на удивление этот парик он искусственный конечно же с ним надо очень аккуратно обращаться но на удивление он стоит очень дешево вот это тоже еще меня удивило я его покупала через интернет и вы не поверите он стоит всего 10 фунтов ну 10 фунтов это 1000 рублей я считаю что это совсем недорого и вот что получилось друзья после моей маски замечательной я конечно же подкрасилась но совсем немножко и еще я надела парик как вы видите чтобы уже как бы вам видно было но и смотрите внизу я оставила свои длинные волосы они такими рыжими там торчат потому что этот парик он как-то коротковат конечно уже теперь и там внизу видите стоит как раз дата сегодняшние поэтому те кто не верит что я так выгляжу на сегодняшний момент ну я с с а ничего тут поделать не могу кто-то мне еще сказал что типа того что да вот фильтры сейчас на телефонах и везде ну может быть у кого-то и фильтры а у меня мобильный телефон самый обычный я даже не знаю как этими фильтрами пользоваться я бы конечно с удовольствием что еще хочу вам показать вот у меня эти морские темы продолжаются везде я вот этот свой камин большой комнате украсила ракушками и вот такими вот тоже панно с двух сторон на морскую тему а Субтитры сделал DimaTorzok А вот показываю вам, кстати, мое любимое панно Вот в таком вот шаре стеклянном, которое я когда-то тоже сделала сама И интересно еще хочу показать вам Вот здесь стоит такой, впереди, видите, за шариком, за этим деревянным Стоит такой зуб, вот видите, это такой огромный зуб Я его, конечно же, нашла на побережье, как обычно, когда гуляла у моря И вы знаете, я все не знала, не могла понять, чей это зуб Прям подумала, может быть, какого-нибудь мамонта или динозавра Которых здесь у нас большое количество когда-то обитало на острове Уайт Но оказалось, что это просто зуб коровы Ну вот интересно Я его решила использовать в своем красивейшем панно Отсвечивает, но красиво Возвращаюсь, чтобы показать вам вот этот колоритный мотоцикл Сзад у него машины, а перед у него мотоцикл У меня было здесь есть? Да, как это у нас? Реваку Реваку, да Реваку, да Реваку Вы выглядите очень красиво Да, очень красиво Экслюзив Какая-битная Да, какая-битая Возвращающая панно У меня есть фокус-энджин, 1.6 Я вижу. Ревака тоже. Да, да, да. Это 10 лет. 10 лет? Да, да. И вы используете все время? Да, все время. Обычно. Это все, где мы ездим. Моя ездила. Я вижу. Вы ездите на все машины. Красиво. Все новые машины очень автоматические. Посмотрите. Опять у нас здесь искатели кладов с этими машинами. Обратите внимание. Как они называются? Металлоискатели. Говорю, кладоискатели. С металлоискателями здесь много ходят у нас таких. Я уже вам как-то показывала, помню. Очень колоритное видео. Посмотрите, кто не видел для вас. Ну вот. То, что показывали мне тогда. Ничего такого особенного. ufflepuff. Эй! Затем. Здраво. Да. Не сегодня. Не сегодня. Но иногда иди... Да, иногда. Да. Что вы найдете? Ринзи, кошки. Ринзи, одни... Одни... Это именно для одни или только для метала? Металла. Та какие металла с одними? Да. Ну вот, я, кстати, даже что-то засомневалась, по-моему, это даже тот же самый мужчина, хотя не знаю. Ну вот, мне, конечно, обязательно же надо затронуть, спросить, и тоже они разные, эти английские мужчины. Один разговарился, а второй побежал мимо, как вы заметили, останавливаться не захотел. Ну а этот сказал, вы слышали, да, что сегодня он, к сожалению, ничего не нашел, но вообще находят золотые кольца и золотые монеты, бывает, что серебряные. То, что обычно они здесь и ищут. Вообще, вы знаете, мне нравится эта история, что каждый человек приходит сюда, на побережье, по какому-то специальному своему интересу. Вот как тут сказать, хобби, да, у кого-то. Кто-то приходит просто погулять, кто-то приходит собачку выгулять, самому тут искупаться тоже. Кто-то, как вот я, например, я прихожу, частенько ракушки ищу здесь, а вот видео для вас снимаю. А кто-то вот ходит с металлоискателем и тоже находит, скорее всего, в этом интерес, свое какое-то развлечение. И это очень здорово. Ну и, конечно же, очередное кафе на природе, на открытом воздухе. Посмотрите, друзья, узнаете место? Да, это Куэр Эбби, мужской монастырь. Вот у нас такой очередной дождище, друзья, просто невозможный. Я даже не ожидала, что меня накроют. Гром гремит. Хотела выйти показать вам, но что-то даже не рискую выходить из-под козырька. Все залило, включая мою камеру. Очень сильно льет дождь. Долгогром гремел. Вообще, вы знаете, это, по мне, так это ливень. Вот если вы посмотрите туда поближе на дорогу, как там все льется. Но мне говорят, что нет, бывает сильнее дождь. Да, дождь давил-давил, висел-висел. И, в конце концов, он опустился ливнем. А это у меня такое панно красивое. Я здесь поменяла вазочку. В общем, в коридоре с цветами. Тоже, по-моему, так получилось. Креативненько. Это такая ваза сделана. Цемент. Вы знаете, наверное, как они делаются. Но это не моя поделка, это мне подарили. В ответ на мой подарок. Не знаю, даже слышно вам. Слышно ли вам, видно ли вам. Нет, я не пойду на улицу под такой дождь. Вон он полоскает. По дороге, видите. Это, знаете, самое классное для растений, конечно. Ай, посмотрите, как потекла вода. Боже мой. Ну вот, да. Видно вам, да? Вот там вот вдоль дороги. Тоже ли внестоки плохо работают, похоже на это. Потому что вон как потекла. Видите? Огромным ручьем. А дождь только начался. И сразу такая лавина воды. Все вниз. У меня подруга живет. Она живет внизу. Там, в самом низу. Вот я на холме живу. Видите, с моего холма течет эта вся махина воды вниз. А ее постоянно топило. И очень серьезно топило. Что они там и мешки с песком использовали. Обкладывали вокруг все. Ну вот, бывает такое тоже. Вот отсюда, наверное, лучше видно. Видите? Практически как у нас на юге. Где там? В Крыму, в Сочи, в Геленджике. Показывали такие потопы на улицах. Вот, пожалуйста, и у нас. Видите вот эта грязная вода там? По той стороне дороги вдоль забора льется. Да, ничего себе. Вообще, дождь висел весь день. И в конце концов, вот в 6 часов вечера загремел гром. И все разразилось ливнем. Ну и я показываю вам, опять же, вот такие мои цветы. Это я посадила уже другого цвета. Красивящую пеларгонию. И здесь у меня уже второй месяц продолжают цвести. Вот эти мои суккуленты. Они выросли огромные. Надо уже их высаживать. И цветы у них. Я не могу сказать, что уж очень красивые. Но, вы знаете, ничего такие яркие. Я вот здесь еще новых решила посадить. Да. И вот так выглядит. Дворик наш, как обычно. А там, в самом конце, за машинкой, у моей соседки садик. Видите? Розовенькие цветочки там у нее растут. Красиво. Замечательно. Ну, этот облажной дождь у нас теперь зарядил надолго. И здесь по дороге, посмотрите, ручьи, какие льются. Видно вам, да? Ну, здесь, может быть, они и не сильно такие насыщенные. Но все равно с каждой вершинки начинают литься вниз. Здесь вот тоже, с крыши. Он такими, знаете, периодами то стихает, то опять начинает. Это дождь. А я, знаете, как вам сказать, я теперь веду репортаж просто с места событий. В пылу, в пылу, в жару. А вот. А вообще, я этот дождик показала вам, друзья, тем, у кого жара нескончаемая. Может быть, просто как глоток свежего воздуха, потому что я знаю, что у нас, например, там, где я родилась, сестра говорит сегодня плюс 36, невыносимая жара. Желаю вам, друзья, выдержать и вам такого дождика тоже. Всего вам доброго. Пока.